Уважаемые поклонники боевых искусств, это главное событие радиозного турнира Беркут-Янгенспорт номером 10 Это Ростов-на-Дону Мы в прямом эфире, в трехраундном поединке в среднем весе В весной категории до 84 килограммов Представляем героя главного поединка Спортсмен Симону Ему 23 года Рост 180 сантиметров Профессиональный рекорд 8 побед, 3 поражения Он представляет республику Камардино-Балкария Город-мальчик Симону Салим Ащунов Его соперник в Краснодару Ему 31 год Рост также 180 сантиметров Такой же профессиональный рекорд 8 побед, 3 поражения Он представляет город Ростов-на-Дону Приветствующее Салислав Клиби Ашунов Ашунов Растик Магинга Апамам Ну и не просто так Не просто так мы сейчас Затаили дыхание Причина этому следующая Главный бой И по-настоящему ярких спортсменов Если я не ошибаюсь Оба И Станислава Клыбика Тоже Были участниками турнира Тех Креп Что говорит о том Насколько качественный вклад Лига в свое время внесла При вхождении в ACA Предыдущие Все спортсмены из этой лиги Показали себя очень хорошо И сейчас Шикарно показывает себя Станислав Клыбик Клыбик До срочного завершения Какие мощные Тоннажные удары Он наносит И вот этот стартовый темп Конечно же Сейчас постараться пережить Его сопернику Зали Маюбу Станислав Он конечно настоящий тигр Это как бы Во многих боях До этого уже Было видно Но и Зали Маюбов Тоже духовитый спортсмен С очень жестким ударом И то что сейчас Он пропустил Такое количество Существенных ударов Еще не значит Что он каким-то образом Надломлен Нет Это первый раунд Первая его минута Только прошла Смотрим Наслаждаемся Я думаю Что это только начало Сейчас Зали Маюбов Пытается Все-таки завершить Начатое чуть ранее То есть Свой тейкдаун Да Ну и мы видим То что Как не мытьем Так катанем Не получилось Сделать вперед Можно скрутить в сторону Действительно Прижимает он Станислава К К стене Тем самым Нейтрализуя Очень страшное оружие Станислава А конкретно Его стартовый натиск Вот он действительно Он сносит Просто как Как вихрь Обычно Своих оппонентов В этом самом первом раунде А вот во втором раунде И далее Ну давайте смотреть Это в каждом конкретном случае Своя история Получится ли Сейчас у Станислава Встать Очень жесткий Конечно сейчас Удар локтям был Пока просто держит Залим Аюбов Но это уже неплохо Для того Чтобы сбивать дыхание Своего оппонента Но в то же время Клыбик отвечает Ударами Локтями В голову И вспомним Давайте предыдущий бой Что как оказалось Тейкдауны Несколько меньше Сейчас уже оцениваются Нежели Мы с вами Ну привыкли Традиционно Времена меняются Меняются и судейские правила Объясню как это устроено Сейчас все привязано К одной конкретной Американской лиге Которая Задает тон Задает тон Да И практически Все промоушены мира Через Сетку любительских Арбитражей Так это назовем Судейских Обязаны Выполнять Эти правила Тут не все зависит От желания Организаторов Вот Но Слушайте Ну удивительно Насколько Ярко начал Станислав И вот потихонечку Мы видим Что уже есть И у Залима Некоторое преимущество По крайней мере Позиционное Более-менее Ощутимое Хаммерфис Затем еще Добавляет Залима Юбов Мы видим Кровь Причина тому Пока нам Непонятно То ли раздер Колено Станислав А то ли Все-таки Где-то На лице У кого-то Из спортсменов Есть сечка Или что-то В этом роде Скорее всего Просто Сдер Колено Ну что не мудрено Да Все-таки Покрытие Достаточно Шистоватое Такое Жистковаткое И Удушающим Предпочел Снова контроль Залима Юбов Ну понимал Наверное Что оттуда Будет тяжело Его провести Не позволяет Стать Клыбику Залим Продолжает Он сейчас Контролировать И забирает Спину Его желание Можно понять Да Потому что Стойкий Поднахватался Он в самом начале Машина Станислав Конечно В стойке Он вкидывает Весь корпус Такое ощущение А кстати Знаете что Напоминает Раннего Федора Владимировича Емельяренко Который вкидывал Весь корпус В удар Вот сейчас Болевой на Проходит Нет Нет Только одной рукой Вот сейчас Да нет В принципе Все еще возможно Это захват Который вполне Еще можно реализовать В другой момент Что Ну все-таки Опытные спортсмены И вряд ли так Все просто Может Получиться Что-то Контролирует Все время Одну руку Станислав Клыбик И обратить внимание Вот даже Вот эти удары Его оказываются Достаточно существенные Чтобы Залим Захват ослаблял А вот сейчас Опасно Потому что Сейчас растянул спину Залим Аюбов И вот сейчас Действительно Вот эта рука Очень много значит Для Станислава Клыбика Если он ее удержит Времени Практически За эти 10 секунд То во втором раунде Может все пойти Совсем по-другому Надо держать Хотя В общем-то Ситуация для Залима Была Очень близкая К завершающей Да Подустал сейчас Конечно Уже не будет Сейчас прежней Такой Прыти Так скажем У Станислава Клыбика Что была В самом начале Потому что Вот этот Мы видим Он очень массивен Очень атлетичен Но Нужно понимать Что необходим И кислород Чтобы питать Вот эти вот мышцы Поэтому С другой стороны Где-то он чуть замедлится Но Посмотрим Как восстановится Тут у профессионалов Есть еще и Второй конец Этой палки Они обычно говорят О том Что да Большие мышцы Больше кормить Но они и работу Выполнить могут больше То есть Соответственно При давлении Человек будет Дольше Иметь возможность Ими сопротивляться То есть На большее количество Или качество Даже мышц Рискую расплыться В неточностях Но в общем Не всегда Это однозначно Так Часто Выдающиеся Как бы мышцы Бывают и помощниками В том числе На долгой дистанции Вот так наверное Будет Наиболее емко Не уверен Что в конце Действительно Был удушающий захват Ну вот гарантированно Потому что по-моему С нашего ракурса Не было видно Станислав все-таки Его контролировал Так или иначе Чего нам сейчас загадывать Правило есть правило Вот он второй раунд И все заново С чистого листа А кровь кстати Мы видим Узалима есть Узалима Да Где-то сечка Видимо на голове В тыльной части Ой-ой-ой Снова начинает Откуда попадает Здорово Под левым глазом Узалима появилось Рассечение Очередная попытка Перевода удачная Посмотрите Сколько крови Сразу же Начинает заливать Октагон И соперника Залима юбов Накрывает его Боковой контроль Слушайте Насколько Все-таки Сегодня Я даже не знаю По-моему Не было боя Где я не говорил Эту фразу Решает Основные вопросы Борьба И контроль Вот просто-напросто Перевод в начале Раунда Раунда Гарантирует Спокойную жизнь В течение его всего И неспокойную Для своего оппонента Простые Вот такие Казалось бы Заученные Еще В Условное Первом Классе Переводы Сделанные Вовремя Да Действительно Определяют У высочайшего Класса Спортсменов Исходы Поединка Уже несколько раз Это было Проявлено На нашем Сегодняшнем турнире Интересно другое Обратите внимание Что Крови-то много Это значит Что сечка Возможно Тоже глубокая Наверное Со спортивной точки зрения Хорошо Что сечка Это где-то На тыльной Стороне головы Залима Но еще под глазом У Залима есть тоже Да уже Еще одна появилась Во втором раунде Да Открылась она Это опаснее Вот из-за таких сечек Останавливают Конечно Намного чаще А из-за сечек На голове Ну в тыльной части За ухом На макушке Довольно редко Ну вот снова Обратите внимание В чем преимущество Находиться Вот так вот сверху Ты грузишь соперника Получается Сразу И своим весом Тело Он носит Сразу Что случилось Не понимаю А что-то Шугян Видимо Посчитал Что слишком Пассивно себя ведут Или же Из-за рассечения Я не понял Постояннее предупреждение Говорит Что-то не так Сделал что ли А За сетку держался Вот Подсказывает Наша Да Наша редактура За что Низкий поклон Конечно Ой-ой-ой Наш Наш режиссер Подсказал Что он режиссер А не редактура Спасибо ему и за это И снова То есть Понимает В чем сильнее Залим Аюбов И просто Это реализует А зачем Зачем соревноваться Со Станиславом В том Где он По-настоящему Опасен Гораздо проще Ведь решить Вопросы За счет Позиционного доминирования Ведь даже Если мы возьмем Грэплинг Или там Не знаю Бразильское джиу-джитсу Сейчас уже В большинстве Схваток Вопросы решаются Не за счет Проведения Болевых Или удушающих Приемов А за счет Именно Набора очков По позиции То есть Практически все Единоборства Уже к этому Пришли И вот сейчас Классическая работа Корпус-голова От Залима Он пытается Оттянуться При Малейшей Возможности Клыбик Закрыл Гарда Он не позволяет Улучшить позицию Но тем не менее Определенный ущерб Наносит Ему соперник Слушайте Ну давайте вспомним Результат предыдущего Поединка О чем это говорит О том что Тоннаж Ударов И агрессия Реальный ущерб Намного больше Оценивается Судейской коллегией На самом деле Так и есть Контроль ради контроля Как говорит Не канает Да Говорит Я кстати Очень рад Что вы вспомнили Канта Вот Соответственно В принципе С Джека Лондона Которого мы вспомнили На прошлом бою Перекинуться на Канта Это более чем Логичное развитие Здесь же Мы видим Что рискует Случится То же самое Что и в предыдущем бою Я уже не про литературу А про то Что Станислав Да Он сейчас находится В невыгодном положении И довольно долго Но в стойке Он показал себя Прямо шикарно И Таким образом Судьи Снова смогут отдать Непонятное Многим На первый взгляд Судейское решение Основанное На Именно том Что более Агрессивно И более Эффективно В чем-то Работал Станислав Ну то есть Если это случится Сейчас уже Я не удивлюсь Ну с другой стороны Здесь же ведь Большую часть Боя Все-таки контролирует Его соперник В отбиле А вот теперь Обратите внимание Снова Провергли Нас Спортсмены Переводит Станислав Клыбик Залима Аюбова Концовку Второго раунда Забирает Теперь он Насколько же Мощно у него удары Конечно Это впечатляет Десять минут Войны позади Еще пять Нас ожидают Да Мы видим Устали оба спортсмена Ну Не мудрено В таком темпе работать Но найдут ресурсы Я уверен Найдут Нужные ресурсы Непонятно откуда Но они всегда берутся Природа В нас это заложила По себе Помню Когда еще выступал сам Одно Действие Мне казалось Я умер в первом раунде Был кубок альянса По моему Полуфинал По ММА Одно действие Моего оппонента Он вместо того Чтобы пожать мне руку На выходе На второй раунд Решил меня ударить Оживило меня Придало новых сил И позволило Как бы Сделать перевод Провести болевый прием А если бы он тогда Не поступил так Ну Как это сказать Вот так Кто знает Как закончится Кто знает Может быть Я бы и решил Что сил у меня уже немножко И прочее прочее Но Безудержная поддержка Моих угловых Дагестанцев Братьев Фарида Не удивляйтесь Татарскому имени И Алияра Саркерова Очень сильно сказалось А главное Вот меня именно Пробудила такая угроза Все-таки Когда в тебя летит кулак Ты будешь В себе что-то Чего не так просто Вытернуть из себя самому Не борись Мы видим Что У Станислава Клыбика Заключительный раунд Поддержите Станислава Оказались еще Достаточно Сильные Точные удары Чтобы Оставить Следы На лице У Залима Аюбова Судьи это тоже Отметят Мне как борцу Проще Ой-ой-ой Попадает сейчас Клыбик Пайкик Подхватывает Залима Аюбов Очередной перевод Да Мне как борцу Который все-таки Выходит Сначала из грекоримской борьбы Потом из боевого самбо В конце уже Даже из грэплинга Проще Рассудить Так же Как Многим Наверное Из нас Что Залим сейчас Безусловно Доминирует За счет Вот этих своих Переводов И контроля Но предыдущий бой Не дает покоя И это мнение Я безусловно Подвешу в воздухе Сильно может быть Уже исходя Из моих Новых Знаний Что Это Оценивается Не так Низалима Аюбов Бьет по корпусу Да Не такие сильные удары Тем не менее Определенный Конечно Дыхание Где-то Избивает он сопернику Да Привычное нам Судейство Все-таки Сейчас уже Уходит в историю Очень многое Меняется Мы можем Также К этому Вспомнить И оценки Если раньше Практически Всегда За исключением Крайних случаев Давали оценку Раунду 10-9 То сейчас уже Возможно оценки Даже 10-7 И они уже Выставляются И есть такая Практика То есть сейчас Расширяется Такое окно Возможностей Для судей Некоторые считают Что это правильно Некоторые считают Что нет Есть люди Которые считают Что вообще Вот эту условно Боксерскую систему Нужно отменять Так или иначе Во всех этих тонкостях Разбираться только судьям И много раз Они меня опровергали И были достаточно Убедительны В моих суждениях Я оказывался Не прав Но к радости Ростовской публике Пока мы рассуждали О судействе Станислав Клыбек Клыбек Снова поднялся В стойку На нем два удара Ненадолго И сейчас К радости Кабардино-Балкарской Публике Залим Аюбов Снова сверху Полубоковой контроль Забирается Залим Аюбов Контролирует ситуацию Насколько я помню В нашем с вами Турнире Ничьей быть не может Да То есть обязательно Как и в Лиге Исеи Будет вынесено Победное решение В пользу одного Или другого спортсмена Толки будут Я в этом уверен Обязательно будут Многократно Об этом говорить Вспоминать Если разумеется За сдавшиеся Чуть больше двух минут Не случится Досрочного завершения Что исключать не будем Спортсменам и Стравиты Победитель Остается две минуты У нас до конца Да Победитель Гран-при Международного Гран-при Прайм Селекшн В среднем весе Залим Аюбов Против человека Который В принципе Мог бы Возглавлять Большую часть Российских И некоторых Зарубежных Турниров Станислава Клыбика Ну и очень грамотный Поединок Мы знаем все-таки Что очень хорошие борцы В Кабардино-Балкарии Ну в первую очередь Классики Да И в частности Грэппинг хорошо развит Но пока вот таких вот Большого количества Болевых приемов В исполнении Попыток по крайней мере Мы Залима не видим А вот сейчас Очень грамотная работа Он отключил практически Обе руки Но ненадолго Станислава Ну да Вот очередной раз Наши слова начинают Опровергать спортсмены Как только мы Я хотел сказать Причем так бывает Очень редко А вот действительно Как будто слышат Минута осталась Я хотел сказать Что уже все Отключены руки У Станислава Клыбика Он тут же выбирается Из позиции Правда ненадолго Да И уже меньше минуты Ну Дорогие друзья Определяйтесь сами Со своим мнением Относительно этого поединка Во-первых Это всегда Интереснее Во-вторых Здесь я действительно Не смог бы Предугадать Как Решат Судьи Да и свое мнение Наверное Придержу при себе Просто отмечу Обоюдоострый Получился Поединок И действительно Каждый Показал Те или иные Свои сильные стороны И пушечную мощь Ударов Станислава Клыбика И надежность В В Ну На Дону Фотограф О котором мы Сегодня Уже Вам Говорили Очень хорошо Разбирающийся У смешных единоборств Да Сигнализирует нам О том Что турнир Таки закончился И мы Не можем С ней Не согласиться Да Турнир Закончился Но послевкусие Будет длиться Еще достаточно Долго Особенно Если сейчас Да какое угодно Решение Будет принято Очень много Это будет Обсуждаться Переобсуждаться Просто дождемся И возвращается На победную тропу Наш Наш Низкий поклон Конечно Спортсменам За Шикарный Совершенно бой Сейчас Вы увидите Самые Лучшие Моменты Этого Турнира Ну а мы С вами Попрощаемся Напомним Что Генеральным Спонсором Была компания Бинго Бум И вместе С вами Этот блестящий